Люди в пифы, рубль вниз. Это рынки. Я Владимир Архирейский. Подписывайтесь на наш YouTube-канал РБК Инвестиции, QR-код на экранах, сканируйте, переходите. Получайте каждый день самую полезную, интересную и важную информацию из мира инвестиций. Каждый день мы приглашаем замечательных и крутых специалистов из своих сфер разных тростей инвестиций и с ними обсуждаем актуальные темы. Ну а сейчас мы традиционно начнем с обзора российского фонда ОРИНК, который уже открылся более двух часов назад, почти два с половиной часа. И вот мы видим, что индекс Мосбиржи, да не только он, но и в принципе все движения, которые мы видели вчера, они сохраняются с разной степенью. Вот индекс Мосбиржи вчера по закрытию у нас подрос. Мы видим, это движение продолжается. Полтора процента он прибавляет. Тут и голубые фишки вроде бы тянут немного, прибавляет Газпром, Лукоил и Сбер. А вот индекс РТС напротив. Мы видим вот это движение, но скорее всего это котировка 9 с лишним процентов. Это уже суммарно с прошлым закрытием, потому что вчера по закрытию мы видели минус 8 с лишним процентов. Сегодня еще несколько процентов прибавляет индекс РТС долларовый. Конечно же, на него давит слабеющий рубль, который резко вчера начал слабеть. Мы сейчас как раз переходим к валютам, поговорим о них. Вот мы видим котировку доллар-рубль 63,1 с копейками, да. А на открытии мы видели, что доллар шагнул за отметку 64. Сейчас слегка рост этот скорректировался, и мы видим, что эта валютная пара растет на 3,27. Евро-рубль 64,9, почти 65 рублей. Слабый рубль, конечно же, это плохо для индекса РТС, который у нас идет вниз. С юанем динамика схожая. Растет юань к рублю. То же самое мы видим. Вот 2,2% сегодня прибавляет. Накануне мы видели, опять же, несколько процентов. Здесь также хотелось отметить, ну, кратко, и газ в Европе дорожает на фоне коллапса, который там складывается из ряда событий. Такое совпадение уж случилось, никто не ожидал. Ну, и бренд, который вчера, как и рубль, больше 10% потерял. Собственно, сегодня пытается отыгрывать. Вот 1,18%. Пока несущественный рост мы наблюдаем. Но, тем не менее, есть последняя новость. Последних минут буквально в Казахстане на крупнейшем месторождении Тенгиз произошел взрыв. Взрыв, взорвалась труба, 2 человека погибших уже есть. Посмотрим, как в течение дня это происшествие будет сказываться на нефтяных котировках. Обсудим уже в следующем нашем выпуске. Поэтому не отключайтесь, оставайтесь с нами. Ну, и возвращаясь к валюте, стоит добавить, что объем торгов с юанем на Мосбирже среди физлиц уже по своему объему превзошел операции с евро. И теперь перейдем к корпоративным новостям. ВТБ заявил о том, что в последнем месяце рост выдачи автокредитов в июне на 45% вырос у нас Тинькофф. Есть пара новостей. Во-первых, Тинькофф стал провайдером переводов за рубеж через систему быстрых платежей. И также Тинькофф сообщает, что 1 октября он приостанавливает исходящие свифт-переводы в валюте. Там, в Тинькоффе объясняют, это зависимостью операций от западных платежных инфраструктур. Теперь про наш телеком. МТС вошли в совместные предприятия Мегафона, Ростелекома и Вимпелкома. Будут развивать они 5G. Вот, пожалуйста, такой у нас современный технологичный картель образуется. Ну и также стоит сказать, что правительство отказалось от дополнительных мер поддержки сотовых операторов, так как считает, что сотовые операторы это наименее пострадавшая отрасль. Вот. А теперь про ВК стоит сказать. Второй день подряд про него говорим, но инфоповоды есть. Правительство Москвы получило возможность присоединиться к программе Минэкономразвития России и ВК. Эта программа позволяет предпринимателям в два раза увеличивать свой бюджет для рекламы именно на площадках социальной сети ВКонтакте и других сервисов холдинга. Ну и теперь одна из главных тем. На Мосбирже аналитики отмечают, что российские физические лица, физлица, частные инвесторы сейчас начали активнее уже после четырех месяцев простоя и оттока начали активно свои средства вкладывать в фонды, пока более консервативные, золото, драгометаллы и облигации, но тем не менее это движение существенно есть. И почему оно именно сейчас началось, спустя четыре месяца, какие факторы влияют на умы и на инвест-идеи наших розничных инвесторов, сейчас мы обсудим с нашим гостем. Давайте в эфир пригласим Андрея Хохарина, это генеральный директор и Волгокапитал. Андрей, добрый день. Здравствуйте, Владимир. Итак, Андрей, вот притоки вот эти в розничные пифы и в биржевые, поевые инвестиционные фонды со стороны розничных инвесторов мы видим сейчас вот существенные, аналитика нам показывает, что последние четыре месяца был отток, а вот сейчас мы видим приток. Так вот, почему именно сейчас люди решили спустя четыре месяца вкладываться? Какие факторы для этого сложились? Ну давайте дадим небольшую поправку, все-таки биржевые фонды до сих пор испытывают отток. Происходит приток через открытые фонды, это фонды, которые на бирже не котируются, это фонды, которые распространяются в основном банковскими сетями, и все же приток там есть. Приток строго сегментирован, это облигации и драгметаллы. И он такой отчасти вынужденный, отчасти совершенно понятный. Что касается вынужденного, это золото. То есть фонды драгметаллов равно фондам золота. Потому что просто держать деньги в валюте, это многие воспринимают как чистая опасность, но сейчас на самом деле банки этому придают импульсы тоже. Поэтому возникает желание как-то переспределить ресурсы для того, чтобы нивелировать рублевый риск. Вот, пожалуйста, золотые фонды. Что касается облигаций, здесь я обращаюсь к консерватизму мышления розничного инвестора, который видит тренд и реагирует на уже состоявшийся тренд. По этой причине нет притока в фондах акций, поскольку человек, тренд нисходящий, и по этой же причине есть приток в фондах облигаций, которые не то чтобы выросли, они просто серьезно отскочили от своего дна. Вот, это то, что мы видим. Ну, мало того, облигация для многих это прямой аналог депозита. Люди даже плохо представляют грань между этими двумя продуктами. Соответственно, уйти из депозита, который тебе давал 16-20% годовых, и перейти в облигации, у которых доходность по гашению условно 10, ну, почему бы нет, с учетом того, что депозит сейчас составляет, там, сейчас около 7% годовых ставка по нему. То есть, происходит вполне закономерное явление. Из плюсов всего происходящего, то, что приток на рынок хоть какой-то есть, это уже очень хорошо. Мы его не видели так долго. На самом деле, вот такого застоя не было, наверное, года с 2008-го, 2009-го. Вот не с более позднего времени. Ну, вот, безусловно, это такое уже. Хоть у нас и лето, но ощущение весны есть. Вроде как-то понемногу хотя бы начинает оживать. Да, мы видим и оцениваем эти темпы, конечно же. Ну, и, безусловно, вы правильно сказали, больше, конечно, в розничные идут. Глобально в БПИФах мы видим отток, но, тем не менее, некоторые, как Тинькофф золото, там, ВТБ золото и облигации, туда мы все-таки видим приток. И он есть, да, и вы подтвердили, почему именно в консервативные инструменты люди вкладываются. Но вот здесь будем наблюдать, и действительно интересно, когда все-таки люди уже соберутся вкладывать в розничные ПИФы и в биржевые ПИФы именно с более агрессивными базовыми активами, с теми же акциями, но даже если не на иностранцев, даже про Америку мы не говорим, если не Китай, не Гонконг, то хотя бы в российский, на индекс Мосбиржа, в БПИФ. Когда, как вы считаете, будут готовы зайти наши розничные инвесторы? Я думаю, что все очень быстро на рынке. Меняется. Вообще, на самом деле, изменилось поколение инвесторов. Те, кто потеряли сейчас, потеряли первые половины года, они потеряли очень много. И это аудитория, которая на рынок не вернется. То есть, она, к сожалению, списана. Опять же, на рынок всегда приходят новые деньги. Эти деньги сейчас ищут для себя выбор инструментов. Выбор инструментов после СВО, после начала СВО стал существенно меньше. Валюту мы выкинули, еврооблигации мы выкинули, иностранные цены бумаги тоже нельзя. Ну и дальше возникает вопрос, куда нести деньги. Фактически, мы имеем четыре альтернативы. Облигации, недвижимость, золото, акции. Акция одна из альтернатив, она точно будет пользоваться спросом. Это вопрос ближайших, ну, как мне представляется, даже не ближайших месяцев. Это, возможно, вопрос июля. Вот, в принципе, логика поведения нашего розничного инвестора, она ясна. Да, когда максимальная средняя ставка по банковским вкладам, депозитам сейчас 7%, конечно, это ничто. Если мы помним, как 3-4 месяца назад под 25% можно положить. Сейчас уже это смешно, конечно. Но вот как раз срок этих депозитов заканчивается, деньги к людям возвращаются, их нужно куда-то девать. И, безусловно, даже те же самые ETF-ы и PIF-ы на облигации дают 10-11%, это да. Но, с другой стороны, вот последние события, то же самое обнуление фиксер-би от Финекса, тот же самый АТОН, который говорит о том, что будет обнулять свои фонды, неужели вот эти новости людей не пугают? Или все-таки вот это желание заработать хоть как-то и куда-то вложить средства, чтобы их не подожрала инфляция, все-таки пересиливает? Я думаю, что эти новости добивают тех, кто уже пострадал. Новые деньги – это абсолютно новое восприятие. Это не потому, что те, кто сейчас пришел умнее, те, кто пришел раньше, люди всегда одинаковые. Просто на рынок постоянно приходят новые деньги. Эти деньги там очень часто, очень горько обжигаются и страдают. И последнее страдание было очень сильным. Оно зафиксировано среди тех, кто в нем пострадал. Это колоссальные объемы активов. Мы не упоминаем заблокированные иностранные цены бумаги. Там еврооблигации, допустим. Но новая аудитория, она действительно совершенно новая. Это просто вижу по нашей же клиентской аудитории. То есть я сейчас понимаю, что я из покупателей облигаций, которые мы размещаем, знаю там, дай бог, четверть. А до конца прошлого года знал 100%. То есть аудитория изменилась принципиально. И новые люди, они не в силах реагируют на те минусы, которые мы сейчас видим на экране. Их эти минусы не стимулируют. Ну то есть рынок, он всегда очень быстро теряет свою память. Это минус, поэтому люди будут на нем проигрывать. Плюс, что мы сейчас получим достаточно быстрый приток активов, судя по всему. Андрей, и еще один вопрос. Попробуем здесь уже предположить, погадать. Хотя вы, опять же, эксперт, человек из индустрии. Возможно, может быть, инсайт нам какой-то расскажете. В каком состоянии сейчас, в принципе, эмитенты, те, кто выпускает ETF и BPF, да и розничные в том числе, можем ли мы в ближайшее время увидеть еще какие-то ликвидации фондов, либо обнуления? Ну, мне кажется, что те, кто не пережил проблем, они уже об этом сообщили. Ну то есть смысл дальше как бы затягивать с объявлением, что у тебя из сложности, наверное, не стоит. Его, наверное, нет. Поэтому те фонды, которые остаются, они, следующее, по всему и останутся, может быть, где-то теряя, получая отток активов. Да, насчет того, будет ли индустрия развиваться, будет ли увеличиваться количество инструментария, ну, конечно, будет. Рынок перераспределился. Увеличение тех же самых фондов на российские акции и на российские облигации, ну, это более-менее объективная данность, потому что просто раньше вот эта вот пена инвестиционная, она направлялась на те же самые иностранные цены бумаги. Сейчас люди в них пострадали второй раз, они туда не пойдут. Соответственно, нужно перераспределять эти ресурсы, финансовые, нужно создавать по них продуктовую линейку. Поэтому нас точно ждут новые имена среди крупных и крупнейших фондов. И это, ну, как сказать, и это будет слабо коррелировать с тем, что сейчас завалились фонды, существовавшие ранее. Поэтому, ну, просто рынок, он меняет свою структуру. Ну, и, соответственно, меняет денежное направление. Прежние суммы писали, пошли дальше. Ну, вот, к сожалению, наверное, для многих такой логики существует фондовый рынок. Потом фазу прошел, вступил в новую фазу. Все, прошлое осталось в порядке. И это прошлое действительно, оно в основном зафиксировано. То есть сейчас ждать каких-то там громких обвалов, списаний из фондов, или там, не знаю, завалов брокеров, или что-нибудь уже не стоит. Этот процесс, он происходит быстро. Он уже либо произошел, либо нет. Андрей, а вы как эксперт посоветовали бы сейчас частным инвесторам, физлицам хотя бы для диверсификации свой портфель сейчас добавлять БПИФы, которые доступны хотя бы сейчас. Вот своим клиентам вы покупаете? Ну, я специализируюсь, на самом деле, скорее на прямом доступе к рынку. И вообще все время эту идею пропагандирую. Ну, потому что смысл, как бы, платить лишней комиссии, он не очевиден. Опять же, для массовой аудитории это, наверное, единственная возможность вложиться там в диверсифицированный портфель, да. И здесь нужно просто оценивать состояние фондового рынка. Если мы берем, ну, состояние с точки зрения цены, да. Вот, если мы берем акции, как бы нам не нравилось обнуление дивидендов Газпрома, рынок акций находится на исторически низких уровнях. Соответственно, он перспективно интересен. И я бы туда вкладывался и советовал бы это делать. Что касается рынка облигаций, особенно гособлигаций, у меня есть определенные сомнения. Если ставка ключевая будет 6%, да, рынок, который сейчас дает реально к погашению в районе 9%, да, он, наверное, будет интересен. А если ставка будет примерно на этих уровнях оставаться, а это тоже не нулевая вероятность, то рынок, который отскочил на эти величины, он уже, наверное, ну, как поиск, который прошел мимо. Поэтому я скорее голосую за те продукты, которые являются, кажутся инвесторами более рискованными, а не за те, которые уже показали стремительный рост. Поэтому все, что касается тех же самых акций, ну, вот мне эта тема нравится. Спасибо, спасибо. Андрей Хохан, генеральный директор Иволга Капитал. На данный момент это главное из того, что происходит на рынках. А рынки бурлят, значит, мы с вами очень скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин